Сегодняшнего дня, 8 августа, это Всемирный день офтальмологии всех людей, связанных с этой деятельностью. Поздравляем с праздником и, конечно же, нашу прекрасную гостю. Сегодня у нас в гостях врач-офтальмохирург, заведующая рефлексионным отделением сети частных клиник, врач высшей категории, 15 тысяч успешно проведенных операций Ольга Куликова. Пришла нам рассказать о данном празднике и, на мой взгляд, об очень сложной профессии. Такая ответственность работать со зрением. Ольга Владимировна, доброе утро, с праздником вас поздравляем. Мы видим, что вы сегодня пришли не с пустыми руками. Предлагаю нам пройти к этому прекрасному аппарату, не знаю, как он называется, но знаю, что сейчас нам будут делать, внимание, автокераторефрактометрию. Правильно? Правильно. Вот ты, я выговорила. Можно я? Мне очень интересно. Я наблюдаю, потому что у меня со всех сторон. Что мы сейчас будем делать? Это прибор авторефкератометр, который позволяет измерить рефракцию глаза. То есть рефракция глаза – это качество преломления лучей света внутри глаза. Если помните, из школы хорошо видит тот человек, у кого лучи света внутри глаза правильно преломает. Ну вот, иначе говоря, если у меня близорукость или дальнозоркость, исходя из этого обследования, я пойму. Поймем. Хорошо, там есть коробка передач какая-то. Я буду наблюдать с этой стороны, Полина мне не так. Можно поставить подбородок, прижать лоб и смотреть прямо перед собой на объект, Полина. Это не больно, да? Нет, совсем не больно. Полина, я вижу твой зрачок. Мама. Да, поморгайте, широко открывайте глаз и замрите на несколько секунд. Отлично. Еще раз. Аксель. Хорошо. Поехали. Как ответственно, а? Теперь левый глаз тоже так, прямо смотрите на объект, постарайтесь поморгать и широко открыть глазки. Отлично, умница. Еще разочек. Хорошо. Можно отклониться. Все, все. Это оказалось совсем не страшно. И скажите, исходя из вот такого быстрого обследования, то есть у меня сейчас будет полная картина вообще состояния моих глаз? Нет, конечно, это не полная картина, это только одно из множества обследований. Обследований, которых нужно проводить. Что там, доктор? Скажи, очень много цифр. У вас прекрасная рефракция. Я думаю, что вы видите очень хорошо. Отлично. Еще совсем недавно у меня было минус 3, сейчас узнаете, куда он делся. Давайте обратно присядем. Я предполагаю. Обратно присядем на наш диванчик. Насколько мы помогаем, понимаем, это основное обследование, которое необходимо проходить в первую очередь. Это первичное. Да, это первое. Одно из первых обследований. Конечно же, полная диагностика включает более 10 обследований. Длится она около двух часов. И обязательно раз в год пациенты и люди, у которых даже нет никаких жалоб, должны проходить обследование офтальмолога. Потому что может что-то, даже ничего не беспокоить, а что-то закрасться и лучше выявить это на каких-то ранних этапах? Конечно, существуют заболевания, которые могут не проявляться никак. И только на ранних стадиях, после полной диагностики, можно их выявить. Вот, Ольга Владимировна. Это залог успеха. Да, я об этом хотел поговорить. Существует ли какой-то комплекс действий? Может быть, витаминки или какая-то пища, которую необходимо употреблять для того, чтобы иметь здоровое зрение? Потому что где-то я слышал, что все это глупости касаемо черники, каких-то витаминных комплексов. Ну, витаминные комплексы, конечно, никакие болезни не лечат, витаминные комплексы просто участвуют в метаболизме тканей, вреда они не приносят. Но вылечиться витаминами ничего нельзя. Или даже как-то улучшить свое зрение, это немножко как-то... Улучшить зрение нужно только профилактикой, снижение зрения. И, конечно, самая лучшая профилактика – это отдых для глаз. Потому что переутомление, зрительные наши длительные нагрузки за компьютерами, гаджеты – это все снижает, конечно, качество зрения. Это дает спазм аккомодации, переутомление мышц аккомодации, то, что приводит к снижению зрения вдаль. То есть, возможно, у человека даже нет как такового минуса, просто его глаза переутомились, и из-за этого он стал хуже видеть. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, прошли мы обследование, и понимаем, что есть у нас какие-то нарушения зрения. Тогда очки, либо контактные линзы. К тому же сейчас выбор контактных линз просто огромный. Есть там однодневное уношение, есть цветные. И вот в этом вопросе, у меня какие-то сомнение, какие цветные линзы, они не несут какой-то какого-то вреда? Ну, опять же, если учитывать результаты диагностики, и действительно есть проблемы с рефракцией, то пользоваться можно и очками, и контактными линзами, и цветные контактные линзы вреда никакого не приносят, но в любом случае нужно использовать и применять линзы аккуратно. Надо соблюдать инструкцию, надо соблюдать все правила гигиены для того, чтобы, конечно, не нанести вред глазам. Ну, а если уже, вот если уже, ну, так получилось, что вред нанесен, и хочется все это дело исправить, то есть операция, насколько это страшно, насколько это больно, потому что... Коррекция зрения, ты имеешь в виду, лазерная? Ну, вот профессионал здесь. Полина готова. Вся, как бы, ситуация такова, что, конечно, люди, которые страдают близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом, они без очков и контактных линз обходиться не могут. Вот. А я, можно я дополню? Я слышала такое, что якобы долго, ну, когда человек несколько лет носит контактные линзы, то это тоже приводит к какому-то кислородному голоданию глаз, но это якобы не очень хорошо, да? Не очень хорошо. Линза натирает роговицу, конечно, и на ночь линзы нужно обязательно снимать, нужно отдыхать. Ну, когда же снимаешь, а все равно вот так. Три вида коррекции существуют. Это очки, контактные линзы, и то, о чем вы спрашиваете, это хирургическая коррекция, то есть лазерная коррекция близорукости, дальнозоркости и астигматизма. После полной диагностики обязательно можно выявить, нет ли никаких противопоказаний, нет ли склонности к осложнениям после этой коррекции. Поэтому на самом деле я хочу сказать, что я вот как раз-таки лазерную коррекцию зрения в свое время прошла, и вот ни о чем не жили, хотя очень сильно многие отговаривают. Родители говорили, посмотри вот телевизор, вот там вот депутаты, они все в очках, а у них деньги на коррекцию точно есть, они ее не делают, значит, есть какой-то подвох. Вот действительно лазерная коррекция зрения несет для себя никакого вреда. Это все-таки, ну, операция на глазах. Учитывая результаты вашей рефрактометрии, которую мы сегодня провели, у вас прекрасно проведенная операция и очень хороший результат. А правда ли говорят, что если провели операцию хотя бы раз в жизни, то есть вот лазерную коррекцию, о которой вы говорите, больше в жизни никогда зрение не ухудшится, то есть это уже вот навсегда? Результат коррекции сохраняется на всю жизнь, но факторы переутомления, какие-то заболевания глаз не связанные с рефракцией, потому что рефракция, нарушение рефракции это не болезнь, это всего лишь форма глаза. Но существуют возрастные заболевания, существуют сосудистые заболевания глаз. Но это заболевания, которые можно корректировать. Да, это самостоятельные диагнозы, и с ними приходится бороться по мере их возникновения. То есть если мы наблюдаем какие-то ухудшения зрения, возможно, стоит прийти к врачу, что-то покапать, что-то сделать, и всё вернётся. Обязательно, нет, не что-то покапать, а нужно пройти диагностику обязательно. И вам уже непосредственно доктор назначат соответствующие лечебные мероприятия. Ольга Владимировна, вы сегодня говорили о том, что необходимо проводить профилактику глаз, есть какая-то гимнастика для зрения. Вы можете нам и нашим зрителям подсказать какие-то простые упражнения, которые помогли бы нам разгрузить наше зрение и как-то занять среди? Конечно, самое главное – это переводить фокус. То есть каждый час зрительных нагрузок за компьютерами, за какими-то приборами, гаджетами вблизи. Кто много читает, кто много работает с документами, каждый час нужно обязательно делать отдых. И переводить фокус вдаль. То есть не удивляйтесь, раз в час я буду смотреть на тебя. Нужно не на меня рассматривать, а какие-то детали далеко. Существуют упражнения, существуют программы компьютерные, которые дают возможность мышцам аккомодаться и расслабляться. То есть даже на компьютере можно загрузить такую программу и отдыхать. И расслаблять свои глаза. Ольга Владимировна, спасибо вам большое за эти советы, потому что, мне кажется, зрение – это настолько важная составляющая жизни любого человека. И стопроцентно видеть, хорошо видеть – это огромное счастье, которого мы желаем всем вам, друзья. Это и другие интервью вы всегда можете пересмотреть на сайте kuban24.tv